В играх часто отражается реальная жизнь, но что если в них иногда показывают то, что потом становится реальностью? Сегодня мы рассмотрим 8 необычных вещей, предсказанных видеоиграми. Номер 8. Assassin's Creed Origins. В данной игре предсказали потайную комнату в пирамидах Гизы. В Assassin's Creed Origins вы играете за прото-ассасинов Древнем Египте, во времена Клеопатры и Юлия Цезаря. В игре вы можете исследовать Великую пирамиду Гизы, то есть пирамиду Хеопса, причем разработчики пытались сделать ее как можно более точной, с учетом внешнего строения и размер комнаты и всего остального. Также они добавили одну потайную комнату, которая на момент релиза игры еще не была обнаружена. Согласно статье в Forbes, разработчики из Ubisoft были в курсе теории, которые выдвигал Жан-Пьер Худин о том, что в Великой пирамиде еще есть необнаруженные комнаты. Потому они добавили неизвестные комнаты в игру с расчетом на то, что рано или поздно их обнаружат. И оказались в этом правы. Assassin's Creed Origins вышла 27 октября 2017 года, в то время как объявление о нахождении ранее неизведанной комнаты в пирамиде было выпущено, согласно вот этой статье в The Guardian, лишь несколько дней спустя, 2 ноября 2017. Ну то есть по сути, они опередили науку всего на пару недель. По всей видимости, ученые обнаружили эту комнату, используя сенсоры, определяющие мионы. Честно говоря, не совсем понимаю, что это такое. Но так или иначе, они смогли увидеть пустое пространство над большой галереей. Научный подход довольно интересный. Однако именно Ubisoft в Assassin's Creed Origins сделали первый ход, и ученые смогли подтвердить догадку лишь спустя несколько дней. На момент выхода оригинального видео мы до сих пор не знаем, что же находится в той потайной комнате. И из-за исторической значимости пирамид, археологи не могут просто начать разрушать стены или что-нибудь вроде того, чтобы туда добраться. Фактически попасть туда намного сложнее. И все же маловероятно, что место будет выглядеть так, как его изобразили Ubisoft. Я очень сомневаюсь, что в этой потайной комнате будет скрываться огромная сокровищница, как у Скруджа Макдака. Но по меньшей мере они были правы насчет размера и расположения. Номер 7. Madden 15. Они предсказали Super Bowl 49 вплоть до счета. Это невероятный случай, который также был в статье на Forbes. Людям нравится запускать симуляции в Madden, чтобы предсказывать исход игр в Super Bowl, и у них неплохо получается. Однако такая точность очень редкая. Симуляция Super Bowl 49 не только правильно предсказала, что New England Patriots уйдут с победой, но и с точностью указала финальный счет – 28 против 24. Но и это еще не все. Она также предсказала Тома Брэдди в качестве MVP игры и очень близко указала количество ярдов и тачдаунов, что просто невероятно. Конечно, не так сложно поверить, что Том Брэдди стал MVP, но тем не менее. В симуляции было указано, что он прошел 335 ярдов и сделал 4 тачдауна. В реальности же получилось 328 ярдов и тоже 4 тачдауна. То есть симуляция ошиблась всего на несколько ярдов. В остальном она была очень точной. Само собой, многое в игре симуляция предсказать не могла. Но тем не менее, сделать так много столь точных предсказаний – это очень впечатляет. Номер 6. Mirror's Edge. В этой игре был предсказан The Shard в Лондоне. Любой, кто бывал в Лондоне за последние 10 лет, должен знать о Шарде. Это 72-этажный небоскреб в самом центре города. Согласно Википедии, строительство началось в 2009-м и закончилось только к 2012-му. Это крупнейшее здание в Объединенном Королевстве на момент выхода оригинального видео. И странным образом, Mirror's Edge – паркурный экшен 2008 года также содержит здание, названное The Shard. И это за год до того, как началось строительство реального шарда. Они, конечно, не выглядят одинаково, но сходство здесь налицо. Но, видимо, если назвать здание осколком, вариантов будет не так много. Кроме того, действие Mirror's Edge происходит не в Лондоне, а в неназванном городе. Честно говоря, разработчики из DICE наверняка не знали о лондонском шарде, когда создавали свой. Но стали ли бы они добавлять другой Empire State Building в свой безымянный город, если бы им просто этого захотелось? Я так не думаю. Они бы не хотели, чтобы это ассоциировалось с реальным местом, а потому создавалось нечто новое. Насколько мы поняли, The Shard в Mirror's Edge и Лондонский шард – это просто совпадение. Но сходство очень поразительное. Уж не говоря о том, насколько Mirror's Edge близко подобралась к созданию реального шарда. Номер 5. Metal Gear Solid 2. Система Эшелон. Вы можете найти немало упоминаний о том, что Metal Gear Solid 2 предсказал поведение СМИ, фейковые новости и прочие вещи. Увидеть это довольно просто, поскольку концовка в игре затрагивает очень много тем. По сути, ей можно приписать почти всё, что угодно. Впрочем, что бы вы не захотели ей приписать, это может быть правдой. Честно говоря, игра довольно злободневная. Вообще, Хидео Кодзима, по сути, единолично повинен в существовании слова «мем» в популярном лексиконе. Однако из всего того, что в Metal Gear Solid 2 могли предсказать, существование системы Эшелон доказать проще всего. Если вы не в курсе, то Эшелон – это, по сути, крупная программа слежки, используемая АНБ для сбора и анализа коммуникаций. О такой системе давно ходили слухи, но её реальное существование не было доказано до 2015 года, когда произошла утечка от Эдварда Сноудена. Metal Gear Solid 2 представил миру точно такую же систему Эшелон ещё в 2001 году. Но как же в Metal Gear смогли предсказать появление такой системы? И EGW, и проект Arsenal Gear из игры, по сути, работают как реальная система Эшелон. Они используют искусственный интеллект, чтобы фильтровать коммуникации в глобальных масштабах. Естественно, финальная цель системы в Metal Gear – это контролировать поток информации и влиять на людей, чтобы они делали то, что хочет правительство и тайная группа, которая называется патриотами. С другой стороны, Эшелон официально не такой зловещий, или во всяком случае это не доказано. Мы знаем, что АНБ и Эшелон способны перехватывать телефонные звонки, факсы, мейлы, спутниковые трансляции и публичные телефонные сети. Они также используют алгоритмы, похожие на те, что есть у компаний вроде Facebook, анализируют огромные объёмы собираемой ими информации. Впрочем, для такой серии со всевозможными паранойями и заговорами, как Metal Gear, почти любое использование технологий считается зловещим. Притом, всегда за всем находится какой-то скрытый мотив. Возможно, в данном случае это даже может быть правдой, но у нас нет никакой возможности это знать наверняка. Номер 4. Sonic Mania. Игра предсказала Дропдэш. По сравнению с потайными хранилищами и целыми звёздными системами, открытие Дропдэша в бете старого Соника 3 кажется незначительным. Но если вы фанат серии Соник, то эта новость крупная. Давайте расскажу поподробнее. Sonic Mania вышла в 2017 году и специально возвращала нас к оригинальным играм серии на Sega Genesis. В этой игре также добавили новую механику Дропдэш. Она позволяла Сонику моментально перейти в форму шара, если вы активировали её во время прыжка. По сути, это тот же Спиндэш, но вам не нужно для этого раскручиваться. Казалось, что Sonic Mania была первой игрой, которая использовала такую механику. Однако в 2019 году люди обнаружили прототип версии Соник 3, где использовался приём, очень похожий на Дропдэш. Разработчики Соник Мании никоим образом не связаны с издателями оригинальных игр про Соника. Это лишь несколько талантливых фанатов, которые делали фанатские игры и взломанные версии. И Sega наняли их, чтобы они сделали полноценную игру. Другими словами, они предсказали то, что уже произошло. Эта бетка Соник 3 существовала ещё в далёком 93-м, но про неё никто не знал десятки лет, до тех пор, пока её не откопали. То есть разработчики Соник Мании добавили механику в серию, которую изначально хотели сделать оригинальные издатели, но по какой-то причине не стали. Возможно, они столкнулись с какой-то технической трудностью, или этот приём был слишком дружелюбным для начала 93-го года. Никто точно не скажет. Мы искали в интернете ответ на вопрос, знали ли разработчики Мании об этом приёме, но ничего толка мы не нашли. Всё это выглядит как крупное совпадение, хотя, насколько мы можем судить, они это всё же предсказали. Номер 3. Покемон Голд энд Сильвер. Эти ребята предсказали вулканических слизней. Думаю, это неудивительно, учитывая, как много покемонов создают геймфрик. Рано или поздно они могут придумать существо, которое действительно существует, но ещё не было обнаружено. В частности, нас интересует монстр Маг Карго, покемон, похожий на слизня, сделанного из лавы. И впервые он появился в Покемон Голд энд Сильвер. Идея улиток или слизней, сделанных из лавы, это чистая фантазия. Однако они больше похожи на одно реальное существо, чем вы могли бы подумать. Покемон Голд энд Сильвер вышла в 99-м, а это существо, известное как чешуйчатая улитка, была впервые открыта в апреле 2001-го, почти два года спустя. И это невероятно странная форма жизни. Данное глубоководное существо проводит свою жизнь возле геотермальных источников в Индийском океане, выживая при огромных температурах. Как и Маг Карго, у них тоже каменная ракушка, которая буквально содержит сульфиды железа, по сути являясь частью скелета существа. Это единственное живое существо с такими свойствами, что делает его очень уникальным. Маг Карго и чешуйчатая улитка это не одно и то же, но сам факт того, что такая улитка существует, живет при огромных температурах и ее раковина сделана буквально из железа, делает этих двух существ очень схожими. Ну что ж, нам остается быть начеку на случай появления электрически заряженных крыс. А вероятно, компания, которая делает покемонов, знает то, чего не знаем мы. Номер 2. Earthbound. Они предсказали то, что яйца можно разварить обратно. Очень забавная штука, которую я запомнил. Если вы забыли, Earthbound это довольно необычное РПГ на SNES, вышедшее в 95 году. Она про паренька, который отправляется в путешествие по городам в Eagle Land или по сути в какую-то альтернативную версию Соединенных Штатов. И в этой игре предсказали то, что отлично вписывается в ее своеобразный стиль. Когда вы добираетесь до Туссона, до второго города игры, вы встречаете двух разных изобретателей – апельсинового и яблочного паренька. Они оба хотят, чтобы вы вложились в их изобретение, но в конечном итоге лучше будет влить ваши деньги и душу в яблочного паренька, поскольку он создает для вас что-то полезное. Апельсиновый же парень создает лишь мусор. Поначалу он кажется лучшим вариантом, но это ловушка. Он создает только бесполезные изобретения, и они совсем не помогают. Одним из его изобретений, которое вполне очевидно должно было быть какой-то шуткой, является устройство, способное превращать сваренные яйца обратно в сырые. Сама идея этого кажется нелепой, непрактичной и бесполезной, уже даже не говоря о том, что это невозможно. Но все же в 2015 году один из химиков нашел способ действительно это сделать. Про это даже есть статья на физ.орг. Предположительно, они действительно могут разваривать яйца обратно. Честно говоря, поначалу это звучит довольно бесполезно, но если прочитать ту статью, вы обнаружите, что у этого свойства есть множество практических применений. Все сводится, или я бы даже сказал сваривается, к тому, что можно создавать и перерабатывать молекулярный протеин. Превращенное вареное яйцо в сырое это лишь верхушка айсберга. Это была лишь незначительная шутка, но по какой-то причине я ее запомнил. Когда же я узнал, что такое действительно возможно, я должен был отдать должное Earthbound за их предсказание. Конечно, скорее всего это был выстрел в пустоту, не более чем шутка. Никто не ожидал, что такое окажется возможным, но это и не важно. Номер один. Elite Dangerous. В игре предсказали существование системы TRAPPIST-1. В 2017 году, как докладывает VOX, NASA обнаружили 9 планет, которые были похожи на Землю. То есть там потенциально много воды, и в принципе их могли бы заселить в будущем люди. Что еще интересно в этих планетах и их звездной системе, то что они находятся всего в 40 световых годах от нас, и в масштабах космоса это довольно близко. Это круто. Но еще интересно то, что в космической игре Elite Dangerous эту систему как бы обнаружили раньше. Согласно статье на Polygon, разработчики использовали алгоритм по созданию вселенной, и в итоге создали систему, которая была очень похожа на ту, что открыли, назвав ее системой TRAPPIST-1. Она также располагалась в похожем месте в космосе. Причем сделали они это еще задолго до того, как реальная система была обнаружена. Самое забавное, что разработчики это заметили только тогда, когда сами попытались добавить реальную систему TRAPPIST-1 в свою игру. Тогда они поняли, что их алгоритм создал до жути похожую систему и назвал ее сектором основной системы XUPA50. Но это не просто ряд планет в той же локации. В настоящей системе TRAPPIST-1 и сгенерированной в Elite Dangerous присутствует карликовая звезда в центре. Вокруг нее также вращается семь планет земного типа. Возможно, это невероятное совпадение, либо их алгоритм создания планет оказался чертовски крут. Так или иначе, открытие в данной игре было сделано раньше. Ну что ж, на сегодня это все. Оставляйте ваши комментарии под видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддерживать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз!